Добро пожаловать на канал о криптовалютах Neolife. Всех приветствую и сегодня хочу поговорить о новостях. Так, на платформе Magnetic, где мы помимо того, что можем зарабатывать каждый день, фармя 5 пулов, носить депозиты в автоматизированный маркетмейкер и получать вознаграждение каждый день, мы также можем играть в DICE. Если бы азартный человек, в разделе кости можно делать ставку на больше или меньше. В данной игре есть джекпот, он уже составляет почти 1500 XRP и каждый имеет шанс забрать его. И для выигрыша достаточно сделать любую ставку, даже минимальную, и получить число 77,77. За все это время уже выиграно 18 джекпотов. Историю джекпота всегда можно посмотреть на странице DICE. В среднем для выигрыша джекпота нужно около 10000 игр, а с момента последнего джекпота прошло 11700 игр. И новый победитель должен быть уже на подходе. Хочу отметить, чтобы получить весь джекпот, не забудьте установить линию доверия на все токены, которые есть в джекпоте, помимо XRP. Все ссылки на платформу Magnetic будут в описании к видео. Переходите, изучайте и заработайте вместе с нами. Также еще одна новость. Блогер Cryptary предполагает, что компания Ripple будет легче выпустить стейблкоин, привязанный к евро. По ее словам, на рынке криптолит может наблюдаться рост стейблкоин к евро, поскольку регулирование рынков криптоактив МИКа Европейского Союза набирает обороты. Правила МИКа для стейблкоинов вступили в силу 30 июня, а чтобы работать в европейской экономической зоне, эмитенты стейблкоинов должны соответствовать определенным критериям, изложенным МИКа. Одним из ключевых аспектов регулирования является ограничение на стейблкоины, не привязанные к евро, такие как стейблкоины, привязанные к доллару США, например, USDT. В частности, МИК устанавливает лимит в 1 миллион транзакций в день или 200 миллионов ежедневного объема торговли для этих стейблкоинов. И стоит напомнить, что в начале этого месяца Секл представил первые стейблкоины евро Си, соответствующие стандарту МИКа. Также блогер Канамо высказывает мнение, что относительно низкий порог объема торговли, установленный в постановлении МИКа, по-видимому, вынуждает переходить на стейблкоины в евро, и имеет смысл, чтобы Ripple предложит его. Интересно, создаст ли это также ситуация, когда возможности XRP и Леджера, и в частности XRP становится более востребованным? Задает он вопрос. Далее еще одна новость. К данной рынке показывают, что недавно Киты накопили более 140 миллионов XRP на сумму около 84 миллионов долларов, и что совпало с ростом цены XRP. Другим ключевым показателем динамика рынка XRP является растущее число держателей XRP в 2024 году. Эта тенденция предполагает, что не только Киты, но и более широкая база инвесторов накапливают XRP. Одновременный рост как цены, так и числа держателей отражает растущий интерес и уверенность в криптовалюте XRP. Также еще, Ferrari начинает принимать платежи в биткоинах от клиентов из Европы. Представители автоконцерна подчеркнули, что не исключают внедрение схемы платежей в биткоинах до конца 2024 года в странах, где цифровые активы можно использовать при сделках на законных основаниях. И к таким государствам относятся Сальвадор, Канада и Австралия. А выход на европейский рынок последовал за успешным запуском альтернативных систем платежей в США менее года назад. Он помог удовлетворить меняющиеся потребности клиентов, и большинство дилеров в Европе уже перешли или находятся в процессе перехода на новую платежную систему с использованием биткоина. Ferrari уточнили, что расширение систем платежей в биткоине и фирме USDC для Европы обусловлено требованием местных дилерских центров и состоятельных клиентов, инвестирующих в криптовалюты значительные суммы. Также еще, Роберт Кеннеди-младший говорит, что нам нужно иметь столько же биткоинов, сколько и золото. И он считает, что сейчас войны финансируются за счет печатания большого количества денег, что идет к инфляции экономической нестабильности. Кеннеди-младший назвал биткоин хорошим способом восстановить финансовую целостность страны и защитить средний класс от инфляции. Он предложил, чтобы правительство начало покупать небольшое количество биткоинов и постепенно увеличивало свои запасы. И по мнению политика, это позволит снижать инфляцию и обеспечить более стабильное финансовое будущее. Позже политик заявил, что блокчейны и криптовалюты могут предотвратить войну людей с искусственным интеллектом. Также еще одна новость. Закон о возврате украденных мошенниками денег повлияет на криптоплатежи. Так, уже с 25 июля российские банки обязаны в течение 30 дней возвращать деньги, которые клиенты перевели мошенникам. Условие одно. Карта мошенника должна находиться в специальной антифрод-базе центрального банка. И новые правила могут существенно повлиять на операции с криптовалютой. Более того, банки обязаны не только знать своих клиентов, но и появлять подозрительные операции по банковским картам. И по определенным признакам операции банки уже частично могут распознать карты, задействованные в операциях с криптовалютой. Банки либо блокируют такие операции, либо ведут по ним отдельную базу. Вдруг ведут регулирование криптовалюты, тогда этим клиентам можно будет предложить банковский сервис. Банки же, конечно же, пытаются сделать все, чтобы не возвращать деньги и с большой долей вероятности сделать свою антифрод-политику более жесткой. И все это может отразиться на увеличении числа блокировок по картам при совершении операции обмена с криптовалютой. Далее, здравый смысл крипты пишет, что для всех скептиков, которые думают, что XRP не может вырасти на три цифры, давайте рассмотрим несколько способов, которым это может произойти. И первое. Брэд Гарленхаус, директор Ripple, ожидает, что к концу 2024 года в криптопространство поступит 5 триллионов долларов. И он сказал, что это даже консервативно. Второе. Арчаг спланирует положить 30 или 50 триллионов долларов реальные активы в XRP Ledger к 2025 году, начиная с 2024 года. Что-то сденет эту стоимость. Интересно, что именно. И все это лишь один партнер по токенизации. Я уверен, что могу назвать еще нескольких. Третье дело Ripple и SAC заканчивается. Институт начинает наводнять рынок, чтобы опередить конкурентов. И четвертое. Публичное предложение XRP, похоже, быстро сокращается, а скоро спрос будет высоким и это отразится на цене. Я бы не стал делать ставку против того, что грядет. Далее. Черный Лебедь Капиталист пишет, что грядут новые банкротства банков и получить кредиты будет невозможно. Поэтому держите наличное и золото на готове, иначе вы будете уничтожены вместе с тем, что осталось от среднего класса. XRP всегда был долгосрочной игрой. Станет решением глобального кризиса ликвидности. Также разработчик R3 Corda Quincy Jones рассказывает, что XRP приобрет высокую цену. По его мнению, XRP может достичь любой стоимости и все зависит от того, сколько активов вы хотите выпустить в сеть. А Эдвард Фарина пишет, что мой прогноз на 36 в ближайших месяцев. Дело Ripple Sec завершится. Также будет гиперинфляция и глобальная рецессия. SWIFT интегрирует XRP в Ledger. Внедряется валюта центральных банков CBDC. XRP обгонит эфириум. Также триллионы долларов перетекают в XRP. И будет большой бычий забег в истории. И в заключении видео XRP Flair пишет, что Федеральные резервные банки помогут обеспечить хорошую подготовку всех, кто участвует в подготовке к однодневному внедрению Fedwire Funds Service ISO 20022 10 марта 2025 года. Теперь мы знаем, что время запуска банков это понедельник 10 марта 2025 года. И у нас осталось всего несколько месяцев. XRP это выбранный вариант, в который лучше всего верить. Спасибо за внимание. Я надеюсь, вам нравятся мои видео. Подписывайтесь на канал, а также на мой телеграм-канал. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok